Обсудим сегодня ситуацию, которая складывается в стране в плане демографии и рассмотрим еще раз меры государственной поддержки семей с детьми. Я имею в виду не только что-то добавить к тому, что есть, я не исключаю это, но у нас и так уже добавлено настолько, что ни одна страна в мире не поддерживает так семьи с детьми, как мы. У нас, по-моему, там до 11 каких-то разных пособий. И я прочитал анализ по странам. Допустим, в Германии очень сильные вроде бы выплаты в этом плане, а рождаемость практически как Беларусь. И там, где не очень поддерживают семьи, там такая же рождаемость. Поэтому нам надо разобраться в системе поддержки и посмотреть, может нам где-то усилить поддержку, а где-то какую-то мелочь вообще убрать, которая не работает. Ну, к примеру, если мы примем приличное решение по обеспечению многодетных семей жильем, то, естественно, это стимул. Жилье для семьи – это все. Ну, а если вы где-то там на санаторно-курортное лечение отправляете и даете человеку 3 доллара, ну, так это вы распаляете просто денежное средство. Поэтому нам надо серьезно подумать. Давайте выстраивать по-человечески этот разговор, отталкиваясь от земли. В сфере демографической безопасности мы сталкиваемся с такими же проблемами, как и большинство государств мира. Это снижение уровня рождаемости и увеличение естественной убыли населения. Если не принимать впреждающих мер, то, по прогнозам специалистов, тенденции к снижению численности населения и его старению будут только усиливаться. Ну, вплоть до 40-го года, как специалисты рассчитывают. Для поддержки семей с детьми в Беларуси приняты, я уже сказал, исключительные меры. Среди них оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до 3 лет, льготное кредитование для многодетных и программа семейного капитала, также другие меры. Вот эти основные меры – это существенные меры, которые работают. Поэтому надо подумать, если уж усиливать, то эти меры, которые работают, и убирать те, которые не работают. Все равно человек в результате получит больше. Вместе с тем от участников совещания хотел бы услышать и ответы на определенные вопросы, которые прозвучали ранее. Во-первых, насколько принятые меры эффективны, способствуют ли они повышению рождаемости, прирост населения, повышение трудового потенциала – вопрос национальной безопасности. И для нас он звучит так же остро, как для других развитых стран. Во-вторых, как мне докладывают, до сих пор существуют недоработки с обеспечением многодетных семей жильем. Но мы об этом договорились. 21-й год – граница, за которую нежелательно выходить при обеспечении многодетных семей жильем. Принята эта третья программа «Здоровье народа». Ну, как эта программа реализовывается, я вижу, глубоко окунувшись в эту проблему. Мы пока очень много говорим о здоровом образе жизни, щелкаем каблуками, начиная от правительства, в частности, вице-премьера, который этим должен заниматься, главы администрации и прочих подчиненных. Еще раз предупреждаю, хоть одно неисполненное мое поручение, сразу собираетесь уходить. Я также требовал от министра здравоохранения принять комплексные меры по снижению смертности. Хотелось бы услышать, что в этом направлении делается. Наша задача в ближайшие годы – разработать и реализовать действенные меры, направленные на увеличение рождаемости населения Беларуси. Важно уделить внимание формированию в обществе позитивного, уважительного отношения к материнству и семейным ценностям. Жду от участников активного обсуждения и предложений по улучшению демографической ситуации в стране. Еще раз подчеркиваю, никаких самоотчетов и разглагольствований. Надо было рассматривать в правительстве эти вопросы, прежде чем приходить к президенту. Ко мне надо приходить с конкретными предложениями, что будем делать и в каком объеме.